А? Да. Видишь, у меня слово «знание». Только на тебя гляну. Оксана хотела. Я вам слово «знание». Добро пожаловать вам, Оксана. Всем привет. Поздравили носички. Да, были такие проповеди, когда рассказывали, и мы же такие проповеди, куда-то рассказывали, что часто люди верующие, но они только в церкви верующие. Часто верующие тихо-расса, верующие саму в церкви. И рассказывали, как было бы хорошо. Быть служителем, проповедником у себя на работе. Я почему-то всегда этого боялась. Я думала, это же странно, как молиться за человека, когда он не знает об этом? А если предложить помолиться вместе? И было немного странно. И у нас на работе была одна женщина. И так получилось, что она сама открылась. И у меня была идея помолиться, но я думала, да не. И тогда Наталья сказала помолиться за нее. И тогда Наталья сказала помолиться за нее. Поэтому хорошо работать в окружении верующих. Они могут и тебя потолкнуть, что-то сделать. Сказать что-то мудрое, докажешь нечто мудрое. И мы помолились. И она сказала, что никто за нее не молился никогда. И она еще никуда не молилась за ней, если расплакала. У нее была нужда, но я не знаю, она исполнилась или нет. Надеюсь, что нужда не знала, если исполнила. Поэтому не бойтесь молиться на работе за своих клиентов. Даже если им не понравится, то ничего страшного. А еще у нас на работе вся такая атмосфера. Но что люди говорят... Подожди сначала. Просто люди часто говорят о работе. Много честно хората кажут на работе. Что какая-то необычная атмосфера, такая приятная. Хотя часто на работе хаосно. Но они все равно чувствуют какое-то умиротворение. Мне кажется, это очень естественно. Я с мисочи твайс в рак естественную. Вот. А поэтому, да. Вот что хотела вас ободрить. И чтобы вы были тоже служителями на своей работе. Если что, то здесь служители на свою это работа. И так необычно, потому что я сейчас думала сказать мне или не сказать. Что-то если чудик до Лидови каже или до не каже, и Геннадий каже у тебя и докажешь. И твайс. АПЛОДИСМЕНТЫ